Визави с миром. Автор и ведущий Армен Аганисян. Международный эксперт по экологической и продовольственной безопасности, доктор биологических наук Ирина Владимировна Ермакова. Спасибо, что пришли к нам. А вы вообще больше что уважаете? Завтрак, обед или ужин? Вот сами. Ведь всегда, как говорится, прежде чем говорить, надо еще подавать личный пример. А то, как говорили наши предки, если ты сам не выполняешь то, о чем говоришь, то твои слова звучат неубедительны. Но, простите меня за такой личный, может быть, вопрос. Как вы сами считаете, вот старая известная всем пословица о том, что ужин надо врагу отдавать, обед поделиться с другом, я так с конца, обратный ход по часовой стрелке, а завтрак съешь сам. Ну, вот такая интересная версия. Я считаю, что это правильно на самом деле. Это правильно, и если мы придерживаемся этой схеме, то мы хорошо себя чувствуем, и, в принципе, у нас и сил много. Но в современном обществе это практически нереально, как это ни странно. Потому что человек настолько вот занят работой, он там бегает, что-то делает, и вечером он приходит, и ужин – это не просто там поесть что-то, у тебя не хватает еды. Это еще получить удовольствие, расслабиться, отдохнуть. Снять все стрессы, да. И поэтому мы начинаем есть, да, именно вечером. Это плохо. Я могу сказать, что я пытаюсь вот эту схему тоже поменять, потому что неправильно иногда образ жизни. То есть иногда сидишь там за компьютером до пяти утра, да, все нарушать. Даже не до себя, не до друзей, и не до врагов, да. Или там просто настолько действительно напряженный график, что ты просто не успел поесть, и приходишь, ты начинаешь есть. И это неверно, это неправильно. Вот меня стало удивляло, когда там едешь в дом отдыха или в санаторий, и там всегда много ешь, потому что там завтрак, там обед, ужин, и не поправляешься, не полнеешь, там хорошо себя чувствуешь. А дома, когда вроде бы ешь, казалось, намного меньше, но ешь в основном вечером, да, начинаешь, вот ты видишь, что вот что-то с тобой не то происходит. И тяжесть, и плохой сон. Да, и плохой сон. Ну, и, конечно, вес. Ну, можно спастись, можно спастись вот в этой ситуации. Я, например, тоже как бы экспериментировала и на себе. А если, например, вот вечером всё-таки там, ну, все границы, если ты поздно ложишься, там, в 12-2 часа, то можно и в 8 часов в последний раз поесть. Если раньше ложишься, то там 6-7. А потом, если есть хочешь, надо просто воду пить. Но воду хорошую. Не то, что вот из-под крана налил, там, вскипятил и выпил, да. И не чай, там, не соки, а именно воду. И воду лучше, конечно, которая прошла бы очистку. А минеральная вода? Минеральная тоже хорошо. Там, ну, хорошо, говорят, там, стакан вот воды, потом ещё стакан минеральной воды. Спасибо. Интересно. Ну, примерно на ту же тему, но всё-таки, я думаю, здесь очень много всяких, может быть, размышлений и комментариев. Поэтому вот из Москвы. Елена Владимировна как-то говорила, Сократ, необходимо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Однако при этом к культуре питания следует, очевидно, относиться серьёзно. Так вот, с чего же она, по вашему мнению, начинается? Ну, мы с вами начали разговор вот с этих, с этой периодизацией дневного времени, да, в соответствии с питанием. Ну, а всё-таки, это самое главное вот то, о чем мы с вами говорили? Или если говорить о культуре питания, то она всё-таки начинается с чего-то другого? Вы знаете, я просто, мой такой тезис, надо есть ровно столько, сколько нужно твоему организму. И здесь уже культура, конечно, она может быть разной зависит от того, в какой стране ты живёшь, в каком климате и прочее. Потому что, например, конечно, если холодно, то лучше в зимнее время в России лучше больше есть жирная пища, например, да, а летом, наоборот, побольше овощей и фруктов. Или, например, там, если ты очень рано встаешь, то там в 5-6 утра у тебя первый завтрак, то там тоже нельзя наедаться, хоть это и завтрак, да, а есть очень лёгкую пищу, типа йогурт и опять-таки фруктов. То есть культура и питание, она определяется очень многими параметрами. И климатом, и страной, и традициями. В общем, индивидуально получается всё. В общем, в какой-то степени индивидуально, но, опять-таки, знаешь, ты где-то живёшь, чем ты занимаешься. Ну, на самом деле, вы универсальные принципы сейчас, как вы озвучили, это не переедать. Раньше, например, подвижники, которые вели такой аскетический образ жизни, ну, посты, конечно, постами были. Но главный принцип был выходи из-за стола, чтобы не чувствовать пренасыщение, чтобы ты чувствовал, что ты ещё можешь что-то съесть. И это был очень интересный принцип, он был универсальный, кстати, не только для монахов, я сказал не совсем точно. Это была вот такая христианская традиция, она сейчас сохраняется у тех, кто придерживается таких норм. Но вот вы знаете, интересно, если уж мы заговорили с вами о питании, вот есть такая точка зрения, что вот эта норма питания, она зависит от возраста, да, ну, наверное, конечно, да. Вот это сыграет классную роль. И вот интересно, что я знаю доктора, он, правда, не диетолог, он совсем по другой части, он скорее физиотерапевт, но, значит, всё время с телом человека связан, да. Он, например, считает, ну, это его частное мнение, просто хотел, чтобы вы покомментируете, что вообще, поскольку организм часто растёт у молодых и что организм вот сбрасывает этот стресс, что ли, то на ночь некоторым есть можно и даже нужно. Есть такая точка зрения. То есть, например, есть действительно точка зрения, что можно и не завтракать, поскольку... А дети у вас не растут, как говорят, надо их питать в то время ночное, когда они... Не завтракать, поскольку человек действительно просыпается, есть не хочет. Но есть как бы противоположное, потому что мы запускаем обменные процессы утром. Вот мы поели, мы их запустили. И человек становится более жизнедеятельным, активным, а к вечеру, наоборот, нужно снизить все эти обменные процессы. Потому что если мы как бы пойдём по другой схеме, не завтракать, а наоборот ужинать, потом мы ложимся спать, да, на самом деле там вот эти обменные процессы идёт нарушение их. Конечно, организм тут же приспосабливается, и вы начинаете вечером есть, утром не есть. Вот, но для организма это всё равно хуже, чем, например, когда мы с вами обсудили первую схему по завтраку. И для подростков. И для маленьких детей. Ну, конечно, ещё культура питания, скажем так, определяется образом жизни, да, сидячий, либо активный. Ну, традиция такая была у нас в советское время, я думаю, это идёт и не от советского времени, не от традиции, уходящая корнями, но в такой тяжёлый, может быть, крестьянский труд, да, рабочий, фабричный, он, и сейчас я знаю таких людей, если он не съест вот такую вот тарелку борща или супа щей, там, он не пойдёт, да, на работу, вот это его такая привычка. Или, например, там, какие-нибудь чабаны, которые едят, там, вот такие экзотические, там, и очень жирные, да, очень насыщенные белком продукты, там, ну, сыр, это уже ладно, там, вот хаш, например, который в Кавказе популярен, это тоже, как бы сказала моя бабушка, убойно. Вот, но вот эта вот убойно, она, как вот вы относитесь к этому, когда всё-таки вот эти вот навыки, да, питания зависят от большей или меньшей подвижности? Кстати, я не свой вопрос, задаю вопрос слушателей Санкт-Петербурга, по сути. Не, ну, конечно, это несомненно, что чем больше человек, как-то, двигается. Вот сейчас, что такое современное общество? Это ты вышел из дома, сел в машину, да, доехал до офиса, сидишь, и компьютер. Да. Приехал, потом опять сел в машину. Это наше постиндустриальное счастье. Да, и поэтому, о каком движении вообще может быть речь? Вот интересный момент, что люди, у которых есть животные, собаки, например, да, они гуляют там утром и вечером, они значительно лучше выглядят, чем те, которые, например, вот только не имеют животных и не гуляют там утром и вечером. Знаешь, вот многие люди с возрастом, они для себя, у них как бы принцип обязательно утром там пройтись или там вечером там несколько километров. Я знаю, например, мою знакомую, который каждый день, каждый день вставал и бегал 10 километров. Как говорят в Адресе, чтобы я так жил. Да, чтобы я не могу этого... Это же сколько времени надо действовать, хотя если она почти спортсмен... Двое детей у неё, она, главное дело, иногда приходилось вставать ей в 5 утра, чтобы пробежать эти 10 километров. И вот каждый... Героическая женщина. Да, и в дождь, и в снег, и так не хочется. Но иногда думаю, если я сейчас себе позволю расслабиться, я так и пойдёт. Ну, а вот эти джогеры, которых я тоже уважаю за их силу воли и такую посвящённость здоровью, причём, конечно, мы должны понимать, что это не всегда такой личный эгоизм, чтобы я умер здоровеньким у семьи, а труд нужно зарабатывать, и люди берегут себя не только для себя. Ну, конечно. Да, конечно. Ты же себя не оздоравливаешь, а убиваешь. Ну, вот давайте просто... Вы согласны? Или я преувеличиваю? Нет, конечно, согласна. Но в современном обществе мы немножко как бы должны по-другому себя вести. Всё зависит от, опять-таки, и от ситуации, от обстоятельств, от жизни. Я помню, когда мы ходили в зимний поход, опять-таки, от питания, да, то очень была низкая температура, там минус 40 были на Коском полуострове, было очень холодно. И у нас днёвка должна быть, днёвка, когда мы должны перекусить. Но мы не могли стоять, потому что очень было холодно, мы должны были всё время идти. И нам просто передавали там кусочек сахара, кусочек шоколада, кусочек сала. И вот так вот, такими порциями, да, вот мы там передавали по цепочке, но мы всё время шли на лыжах, потому что нельзя было вот стоять. Вот я просто говорю, как вот пример... Ели на ходу, да? Да, ели на ходу. А уже только вечером, когда мы разводили костёр, мы уже что-то готовили. И, конечно, мы могли вечером есть сколько угодно, потому что у нас, если вы там проходите, да, всё сжигалось. А, простите, а это что, был такой эксперимент на вас, вы сами на себя ставили, что вы так по цепочке на Кольском полуострове в 40-градусный мороз кушали? Нет, это, вы знаете, в МГУ секция, турсекция, и... Это просто туризм был. Туризм, да, это зимний туризм, и... То есть это с разрядами и прочее. Город необычайно красиво. Ну, необыкновенно. Вот после этого невозможно, конечно, уже приехать в город, потому что, ну, красота просто... Очень, действительно, красиво. Вот мы были, вот я была зимним туристом. Ну, я была худая, тощая даже, вы знаете, какая. Ну, что ж, вот вам конкретный совет. На Кольский полуостров, цепочкой, 40-градусный мороз, и передавайте друг другу здоровую пищу. Это по молодости, конечно, уже в таком возрасте уже невозможно. А когда молодые, вот тогда вот для нас вообще не было, мне кажется, границы. Мы могли и не есть, и есть, и идти, и всё равно как бы всё было хорошо. Ну, мне это очень близко. У нас это семейное предание. Моя супруга в 18 лет на Кольский полуостров поехала примерно так же, в такое же время. Так что я это очень-очень-очень понимаю. И о красоте я услышал от неё. А больше не доводилось вам там побывать в тех местах? Ну, я была вот несколько раз просто, когда мы ходили в походы, а потом нет, к сожалению. Ну, я не случайно задал этот вопрос. У нас он в похожей форме задается вам в других вопросах. Ну, вот северные народы, да, они по-собому питаются. Правда? Народы по-разному. Разная культура, разные продукты даже. И вот сейчас мы можем сходить там купить, или кто может себе позволить, сходить в японские рестораны, китайская кухня очень популярна, да какая угодно, итальянская и так далее. Но мы живём в определённом климате. Мы живём в определённых условиях. И считаются, многие считают, что питаться всё-таки надо там, где родился, там и пригодился в точке зрения и выбора питания своего. Да. Потому что всё-таки эта экзотика, она, ну, так сказать, и генетически, да, и по обстоятельствам, к привычку, к навыку питания тем же, она, в общем, может нанести вред, если ею пользоваться часто. Лично идёт о том, что вы там раз в месяц или два даже сходили там в китайские рестораны. Нет, но есть люди, которые, как говорится, подсели вот на суши там и прочие-прочие экзотические продукты. А их всё больше и больше, например, в крупных городах, да. Вот сейчас смотрите, как стремительно развивается сеть вьетнамской кухни, да, рядом с... Вот эта азиатская, восточная кухня, она всё больше входит как бы в наш поседневный такой рацион. Кстати, и на Западе тоже состоятельные люди, средний класс может себе это позволить. Вот что вы думаете по этому вопросу? Ну, опять-таки, если вы, например, как бизнес-ланч идёте там в японский ресторан или в китайский, это одно дело. А если вы там раз в неделю пошли в японский, это совершенно другое дело. Поэтому я, например, иногда хожу вот в такие ресторанчики, но очень, как вам сказать, редко. Да, поэтому, я считаю, на меня никак не влияет. Но если вы каждый день ходите... Ну, есть, конечно, вот эта особенность. Например, вы знаете, что сами, например, китайцы, они не могут пить молоко, да. Для нас это нормальная пища. Но у них много соевых продуктов. А сама по себе соя, она небезопасна. Вот есть там, говорят, о генетическом модифицировании, о чём мы, может быть, потом будем говорить. Да, есть вопрос. А есть даже обычная соя, которая в восточных странах, люди, как бы это уже поняли, не едят в очень небольшом количестве. Почему они едят в небольшом? В небольшом количестве. В небольшом. Потому что соя очень богата белками. Это как заменитель мяса. У них нет мяса, они не столько мяса, как у нас, и поэтому они заменили её белковыми растениями, да. И в этом плане соя была очень наиболее, как бы, такой вот культурой, как бы, легко выращивать. Но сои, вот как мы потом выяснили, там очень много фитоэстрогенов. Это аналог женского гормона. И это, во-первых, это плохо действует на мужчин, начнем с этого, да. Это и не очень хорошо действует на женщин, поскольку это фитоэстроген. Это не обычный женский гормон, а это растительный женский гормон. Значит, в сои также много, например, вот ингибитора трепсина. То есть это приводит к тому, что не идёт нормальное переваривание пищи. И вот когда мы говорим даже вот о тех же самых там фитоэстрогенов в сои, да, то есть даже вышла такая статья, она называется так, как сои-убийца мозга, оказалось, когда провели вот такое исследование и анализировали людей, которые едят много соевых продуктов, там, в течение какого-то периода, что вот у них там в старости развивается слабоумие быстрее, чем те, которые их не ели. Такой вот большой был эксперимент, и это связано как раз с фитоэстрогенами, что они захватывают рецепторы мозга и фактически разрушают клетки. И когда вот в нашей стране началась вдруг вот этот соя-бум, да, и сои не просто стали ввозить в страну. Потому что не было ничего, и тут вдруг, да, появилось. Её стали вообще везде ввозить. Хлеб. Я больше не поразила. Да, вот я хотел спросить, в каких же продуктах мы потребляем сою? Что сейчас соя уже и в хлебе у нас есть? Значит, ну, в хлебе не только у нас, она вот и в европейских странах, почему-то её стали ввозить, я даже не знаю. Вот я нашла в такой пакете геркулесовой кашки компании, определенную компанию, могу назвать, если это можно. Эта компания несли. И там написано, что там сои. Я зачем думаю в геркулес сою добавлять? Да, странно. Вот. И очень много сои в детских всяких сладостях, тоже непонятно. И это... То есть надо всё-таки читать. Надо читать. И не кормить ребёнка всё время продуктами, в которых иногда-то можно, наверное. Вот в международном... Ну, я был там, прилетала, и пересадка была в Англии. Я пошла смотреть вот магазин и увидела детские тоже сладости, и там написано, может быть, соя. Думаю, странно вообще, может... Что значит, может быть, соя, да? Ну да, конечно. И это вроде бы... Она же не дождь, наверное. Да вот и... Может попасть. Вообще странно, да. Ну, это такой эвфемизм, да. Это торгово-рекламный. И я просто хочу сказать, что... Но заметьте, извините, что я вас перебываю, но заметьте, что они всё-таки какой-то такой осторожный посыл покупателям дают, что может быть соя. То есть в этом есть определённое предостережение. Такое впечатление, что тут производят, понимают, что многие люди понимают же, что соя не полезна. А с точки зрения производителя, что же он не мог определить... Нет, мог, конечно, мог. Вводит он тогда сою. Но видно... Я просто о чём говорю. Здесь видно, есть определённая законодательная норма, какой-то норматив, который заставляет это... Так бы не писали это. То есть всё-таки наблюдает. Ну вот они придумали вот такую вот формулу. Я думаю, что это причина. Но давайте продолжим. Нет, соя, я могу сказать, вообще очень много странных вещей. Например, бельгийский шоколад. Нужна там соя или нет? Никогда. Что она добавляет? Вкус? Нет. И опять-таки, опять-таки, рыв во рту, там, где посадка на наш аэрофлот. Шоколад бельгийский. На русском языке написан состав. Соевая мука. Дальше немножко подороже. Другой прилавочек. Там бельгийский шоколад. Соевая мука. Ну, странно действительно. Я не знаю. Это уже, как бы, в разряд биопродавостной безопасности. То, о чём, я думаю, мы с вами тоже поговорим. Вот. Но, опять-таки, соя для нас, она не характерный продукт. И я не хочу сказать, что соя прямо вот так вот вредна, да? Но, по крайней мере, в большом количестве есть точно нельзя. Но если вы возьмёте справочник нашего соевого союза, то там написано... Если такой соевый союз. Есть такой у нас в России. То нужно начинать есть там от 40 грамм в день и доводить до 600 грамм. В день? В день. А в восточных странах едят не более 20 грамм соевого белка во всех продуктах. Причём я спрашиваю, кто писал эти справочники. Ведь люди покупают, берут и начинают следовать инструкциям. Поэтому... А кто? Ну, вот это как раз соевый союз. Это выпускает там... Так называется Российский соевый союз. Да? Да. Они вообще творят... Интересно. Там такие чудеса. Интересно. И я просто хочу сказать, что очень много сейчас в современном обществе странных вещей неправильных. И много зависит от самого человека. Он должен определить. Вы знаете, как вот иногда детям показывают слова, там неправильно написано, а потом там перечёркнуто, вместо буквы А нужно букву О ставить. И потом в первоклассниках тоже учат искать ошибки в словах. Вот то же самое сейчас должны делать люди. Они должны, в первую очередь, прислушаться к собственному организму. Спасибо. Ну, мы, боюсь, на теме сои съедим всё наше эфирное время. Вот скажите, пожалуйста, что ещё вредно, скажем так, есть много? Ну, много есть всё вредно, а переедать не нужно. Но вот такая же проблема, как соевый продукт, что касается кинетически модифицированных продуктов, это отдельная тема. А вот что бы вы ещё назвали? Прямо назывными приложениями есть. Осторожно. Сою много нельзя. Смотрите там описание состава ингредиентов продукта. А что ещё вот в современном рационе, который предлагают в наших магазинах, импортных наших, что ещё? На что обратить внимание, чтобы не перебрать? Ну, во-первых, просто не переедать. Ну, это понятно. И, к сожалению, продукты сейчас очень некачественные. И здесь может быть и химическое загрязнение. То есть, когда, например, те же самые общественные организации начинают изучать какие-то продукты, то появляет очень много неприятных химических веществ, которых не должны быть. Почему сейчас Европа пошла по пути органического земледелия? Ну, к тем продуктам, которые я считаю, что не нужно есть, это пальмовое масло. Но сейчас его точно так же, как и сои. Теперь начался бум с пальмовым маслом. Буквально вчера было заседание в общественной палате. И обследовали продукты, которые дают роженицам. И оказалось, что в твороге много пальмового масла. Ну, и давайте продолжим тему. Вот пальмовое масло, соя. То, о чём вы говорите, это практически, ну, скажем так, то, что не характерно было. Не характерно, да. Для потребления в нашей полосе, да. Да, вот как раз гораздо более. Ну, или появилось ещё масло грецкого ореха. Теперь все говорят, что оно полезно. Но потом окажется, что что-то опять не так. Я думаю, вот это от того, что мы на самом деле не изучаем воздействие вот этих продуктов. У нас нет такой структуры. Нет у нас такой структуры. А зарубежный опыт, вот всё-таки у международных экспертов. Зарубежный опыт есть, но мы его не берём. То есть, та же самая соя, это очень много о ней написано, там, леопальмовое масло. Но и в интернете много информации. Ко мне подходит, вот почему вы считаете, я говорю, ну, хорошо, поищите информацию по поводу этих продуктов. Сейчас вообще нет проблем. Люди, понимаете, они как бы живут по какому-то шаблону. Вот сказали, сделали. Вот это продаётся, значит, нужно продавать. И очень много, например, детских... Ну, что-то гарантия какая-то, да. На самом деле это никакая не гарантия. Да, это никакая не гарантия. Очень много детских вот сладостей, в котором пальмовое масло... Почему пальмовое масло? Потому что дешёвое, да? А то, что там оно плохо перерабатывается, не вводится. Это почему-то не интересует. Производителю не важно, как оно влияет на потребителя. Важно, чтобы вы его купили, этот продукт. Ну да, если говорить об оливковом масле, оно, конечно, дорогое, может быть, не всем. Но оно полезное. Да, но оно очень полезное. Очень полезное. И, ну, есть же действительно традиция давняя, это подсолнечное масло. Подсолнечное масло. И, опять-таки, если вот прям моя бабушка, она прожила там 97 лет одна, другая там 90 с чем-то умерла. И вам того же. А мама, спасибо большое, а мама уже не дожила до 80, да? Хотя вот если сравнивать, моя бабушка, у неё были... То есть она росла в такое время, когда были войны, и было плохое питание, да? А мама росла уже в то время, когда много было еды. И тем не менее... Но не было химизации. Не было химизации. Абсолютно верно. Бабушка, который Никита Сергеевич у нас так блестяще и общенационально провёл эту кампанию. Кстати, Франко, который затормозил в этом плане, отделив Испанию от Европы и от процессов химизации в Европе, которые тоже, конечно, были масштабные, скажем так. Он ведь сохранил тем самым, и испанцы это признают, и здоровье, и вкус продуктов, что самое интересное. В Европе, например, вот нам попал такой доклад, очень необычный, что около 30% средств на здравоохранение не тратят на лечение психических заболеваний в Европе, которые, между прочим, тоже связывают и с продуктами питания, потому что продукты питания, то, что я даже говорила, простой, что это убийца мозга, да, они могут влиять и на развитие мозга. Даже были такие конференции, как называлось, «Еда и мозг». То есть это не просто так вот, кажется… Ну, да, интоксикация влияет на… Конечно, конечно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Как я одно время увлекался своим соусом китайским. Теперь, ну, правда, я уже перестал. Меня кто-то просветил до вас. Ну, хорошо, будем надеяться, что наш период тоже обратит внимание. Нет, ну, может быть, все его соус в небольшом количестве, это не так страшно. Ну, да, он придает вот такой, конечно, вкус специфический. Если не каждый день, да немного. Как и урагин, вкус специфический. Специфический, да. Так, ну, хорошо, хорошо. Вот есть вопрос… Насчет экологичности. Насчет экологичности. Это связано. Вот вы в нашей первой части нашей беседы сказали, что сейчас очень популярна такая тема, как экологически чистое питание. И у нас как раз вопрос из Кирова. Экологически чистое питание и органическое, как вы назвали, сельское хозяйство сегодня очень развито и популярно во всем мире. Например, в Европе только за последний год данный рынок вырос на 13%. Нет ли опасности, переусердствия, стремлений правильно питаться в ущерб чему-то другому? Не пойму вопрос, честно говоря. Да, странный вопрос. В ущерб здоровью, ну, да, можно, конечно. Но я могу ответить, даже не ответить, а может, за этим вопросом стоит другое. Экологически чистые продукты. У нас появились сети тоже вот таких продуктов. Она пока у нас не так велика, но есть. В крупных городах, опять же, конечно. Но это дорого. И если в ущерб чему-то, то в ущерб кошельку и семейному бюджету. Это да, согласимся, правда? Но лучше, опять-таки, понимаете, тогда вы не будете переедать и будете есть качественную еду. Да, что лучше. Лучше меньше, но лучше, да? То есть вы всё-таки за вот это. А, конечно, не сам. А скажите, вот это органическое земледелие, да, и сельское хозяйство. Насколько это у нас развито? Потому что у нас есть и импортные экологически чистые продукты тоже, но всё-таки обидно. Столько земли, столько возможностей. А так мы, может, перейдём к тому, что купят у нас земли, что-то когда-нибудь разрешат, и будут вот на ней работать другие люди, производя и чистые, и не чистые, кстати, продукты. Об этом мы поговорим. Так вот, если сравнить динамику развития этой индустрии экологически чистого продукта. Ну, у нас ещё очень мало экологически чистой продукции. И даже те, например, магазины, в которых продают, то в основном эти продукты приходят из-за рубежа. Это Германия, это, может быть, Испания, Италия. Но вот наши, хотя, конечно, у нас есть фермерское хозяйство, они это выращивают. Но не доходит их продукция до рынка вот такого масштабного. Перекупщики, да. И вот, например, опять-таки, вчера, когда обсуждали вот эту проблему, оказалось, что у нас собственное производство, это где-то 35%, 65% это всё импортная продукция. В том числе, экологически чистая продукция. В том числе, да. Но должно быть как бы наоборот, да, считается, что лучше развивать своё сельское хозяйство. Здесь мы можем проконтролировать, как оно выращивается. Кстати, импортировать можем. Можем импортировать. Как востребовано, да. Абсолютно верно. То есть, по идее, мы должны были пойти именно по этому пути, мы почему-то совершенно выбрали другой путь. Вот в Швейцарии, например, когда даже вот едешь там на поезде, у меня такое ощущение, что там нет земли, которая была бы не засеяна. У нас огромное количество земли действительно, где ничего не сажают. Более того, вот эти пахотные земли, каким-то образом там добывают документы, что она не пахотная. И коттеджные посёлки. Да, и строят коттеджи. Ну, посмотрите на наше Подмосковье. Да, или не возделано, или обнесено зарбором. К сожалению. То есть, конечно, должен быть контроль, которого у нас нет. Но, очевидно, государство и должно стимулировать это органическое земледелие. Да, и оно должно стимулировать, но у меня такое ощущение, что как бы оно и не видит этой проблемы. То есть, возможно, они питаются хорошо. И они не видят, что на самом деле продукты у нас плохие, что дети у нас болеют. И вот, я говорю, вчера мы этот вопрос просто вот так обсуждали. А вчера вы же делали это? Это была общественная палата обсуждений по продовольственной безопасности. И люди приводили факты, данные, и показывали, что на самом деле нет нужного контроля государства за продуктами питания. А скажите, пожалуйста, Ирина Владимировна, а кто-нибудь контролирует импорт экологически чистой продукции? Потому что ведь написать-то можно что-то там на товаре. А соответствует ли это объявленному качеству? Вообще, всё должен проверять Роспотребнадзор, но когда мы его приглашаем на наше заседание круглого стола, они не приходят. Почему? Не приходят. Более того, вчера там сейчас появились такие организации, у Хрюши, по-моему, где они вот как раз отслеживают все эти продукты питания. Или там сердитый... У Хрюши. У Хрюши. Или там сердитый гражданин. Значит, если ты чем-то недоволен каким-то продуктом, ты можешь позвонить вот в эту организацию. Они, по идее, должны выйти... Ну, это общественная организация. Да, это общественная организация. Выйти вот на Роспотребнадзор. Ну, да, в этом государственной организации у Хрюши, да. Да, да, и там лисердитый гражданин. Унитарные. Вот. И они говорят, иногда не можем там в течение четырех месяцев рассматривать какой-то документ, и не можем вообще с ними элементарно общаться. Но эти же организации еще защиты интересного потребителя. Прав потребителей. Есть, значит, плохо защищают. Что касается, вот, например, экологических, есть, конечно, но они сами по себе ничего не могут без Роспотребнадзора. Роспотребнадзора. А пресса, вы часто обращаетесь с этим? Вы знаете, я сама вообще никогда не обращаюсь в прессу. И несмотря на то, что я достаточно много выступаю, они сами меня находят. Ну, если вы захотите... Ну, вот я тоже нашел вас. Да. И ваша правительская версия. Если я захочу куда-то обратиться из моего опыта, даже будучи уже известным человеком по каким-то определенным вопросам, нет никакой реакции. Такое-то ощущение, что... Странно. Вот возникла у редактора мысль узнать вот такой-то теме. Тогда они находят экспертов, которые должны ответить на их вопросы. Если, например, сам эксперт идет и говорит, что я хотела бы вам рассказать... Неформатная, неформатная. Неформатная. Это род цензуры такой современный. Да. Иформат, и все. Когда у моих животных, у послетрансгенных продуктов возникли огромные опухоли, как сейчас вот в исследовании французских ученых в Сиролине, вот, я обзвонила все редакции и говорю, у меня крыса с огромными опухолями от трансгенных продуктов. Приезжайте, снимите. Вообще никакой реакции не было. Я на мобильник тогда что успела, то сняла, потому что они все потом погибли. А потом прошел там где-то, не знаю, полгода. Вдруг они начали у меня, а у вас еще снимки есть, а у вас еще фильмы есть, а вот где эти животные, а покажите нам те животные. Я говорю, ребята, в чем дело-то, я не понимаю. Когда я вас всех обзванивала, никакого интереса не было. Знаете, я просто хочу сказать, что у нас СМИ работает очень как-то немножко... Ну, досталось нашему брату. Странно, неправильно. Ну, кстати, мы вас нашли именно благодаря интернету, когда обозначили тему, к которой мы сейчас перейдем, и она связана тоже с безопасностью. Я еще хотела ответить на ваш вопрос насчет, как проверяется экологически чистая продукция. Это очень важно. Вы сказали, что вроде не проверяется. Не проверяется. И у меня был такой печальный, к сожалению, опыт, когда я была в магазине, где продавалась экологически чистая продукция, и в это время я сидела на соках. То есть у меня была такая вот диета, где нужно было много соков пить. Я купила себе вот эти... И мне, значит, поскольку я еще была экспертом, мне подарили там сок, еще что-то я подкупила. Чистые, не чистые, да? Да, но после же первого стакана мне так стало плохо от этого сока. То есть, судя по всему, они... Понимаете, иностранцы, у них очень своеобразное мышление, потому что они, например, могут выращивать какой-то продукт, при этом использовать удобрения, порой даже химические удобрения, и не считать, что они опасны. Эта химия попадает, а эта химическая... То есть для них это экологически чистое? Для них это экологически чистое. Поэтому, почему я говорю, что надо развивать свое сельское хозяйство? И здесь у нас очень хорошее есть фермерские хозяйства, которые действительно выращивают экологически чистые продукты, культуры. Да, я знаю некоторые, например, в Подмосковье, в Калужской области, но они небольшие на самом деле, и это не стало таким, как модно говорить, трендом. Но тем не менее, отрадно, что они хоть появляются. Они появляются, но почему настороженно относятся к нам те же самые иностранцы? Они говорят, что вы не контролируете, например, ни почву, ни воду, ни воздух, загрязнение. И поэтому, например, вы считаете, что вы выращиваете экологически чистые, но при этом вы не проверили, какие у вас вещества в почве, или, например, недалеко от вас находится какой-то там цементный завод, на который вы тоже не обратили внимания. То есть это они говорят о том, что, значит, россияне, они как бы живут и живут, они не обращают внимания на то, чем дышат, какую воду пьют, в какую почву они... Это не экосистемы, в которых они сами пребывают. Абсолютно верно, да. Вот это наш какой-то наш уровень. У нас вообще, вы говорите, нет такой системы контроля не с продуктами, но понятно. А сами, тем не менее, считают, что если химия в удобрениях, то... Опять-таки, не все, потому что вот сейчас, вот что такое органик? Есть всё-таки экологические продукты, а есть органические. Вот органик считается, это без химии и без ГМО. Вот это органик, то есть никакой химии вообще нельзя использовать. И вот по этому пути пошла сейчас Европа. Они говорят, что органическое земледелие, оно даже даст значительно больше выход, чем какие-либо там земледелия, связанные с химикатами или с использованием биотехнологий. Спасибо. Ну, вот мы подошли к теме, вы уже упомянули о ГМО, генетически модифицированных продуктах. И вот я задавал этот вопрос господину Деуфу, который возглавляет продовольственную программу ООН. Как он относится к его организации? Он говорит, ну, это дело национальных, внутринациональных решений, оценок. Ну, уклонился, конечно, от ответа. Ну, дипломат. Но всё-таки давайте к этой теме подойдём, и я хочу вам прочитать вопрос, озвучить вопрос слушателя из Москвы. Английские учёные пришли к выводу, что накормить человечество в 2050 году можно только с помощью искусственного мяса. Посредством технологического прогресса в удобрениях, химической защите и генной инженерии. Извините, уже сейчас решаются многие продовольственные проблемы за счёт них. Каково влияние ГМО на человека? Ну, немножко в этом вопросе. Ну, кстати, это действительно такой тезис, очень распространённый. Солидные академические журналы в Америке, например, могут написать огромную, но явно лоббистскую статью, где пугают всех, всёобщим голодом, это единственное панацио, единственное спасение. Это генетически модифицированные продукты. Вот вы согласны с этим? Ну, на данном этапе нет. Во-первых, я могу сказать, что вообще считается, что перепроизводство продуктов питания сейчас в мире... Несмотря на голод, да? Да, и что выбрасывается огромное количество продуктов, которые не востребованы, и что в развивающихся странах этот голод связан не с тем, что нехватка продуктов, а связан с тем, что у них нет денег купить эти продукты. И в своё время было вот такое тоже послание ООН о том, что у нас перепроизводство продуктов питания, что не обязательно используют генные технологии. Здесь вот в этом вопросе говорилось ещё об искусственном мясе. Я подробнее перейду потом на ГМО, но искусственное мясо – это не ГМО. Искусственное мясо, его создают с помощью стволовых клеток. И здесь... Ну, и та же соя тоже, по-моему, нет? Нет, нет, нет. Нет? Нет. Из стволовых клеток выращивают просто даже вот можно там вырастить крыло курицы. А, да, ты имеешь. И там, и так далее. И сейчас вот, кстати, меня тоже пригласили в Турцию на конференцию, которая посвящена вот как раз мясу, да? То есть, чтобы... А со мной какой послал? Не надо убивать животных. Давайте мы из стволовых клеток вам вырастим тот кусок баранины, какой вам нужен. Хотя вот, например, противники считают, что, конечно, это будет совсем не тот кусок баранины, который идёт, ты получишь от барана. Но, тем не менее, конечно, вот, когда посмотришь фильмы, как убивают животных на мясо, становится как-то не по себе. Поэтому отсюда вот это движение вегетарианцев и строгих вегетарианцев, которые вообще отказываются что-либо животное есть, даже вплоть до молока и яиц. Потому что не действительно, чтобы животных там не убивали, не мучили. И здесь вот это решение о создании искусственного мяса я как раз поддерживаю. Потому что стволовые клетки – это не дифференцированные клетки. И когда вы её в определённую культуру ткани помещаете, то можно действительно, в зависимости от того, что вокруг неё, она начинает уже давать ту ткань, которая необходима для того, чтобы там, опять-таки, получить то же самое мясо. То есть есть такое понятие, как котлеты в лаборатории. Надо, чтобы получить стволовые клетки. Клетки тоже убивать надо животных. Откуда они возьмутся? Нет, но, понимаете, стволовые клетки можно взять из крови, из ткани. Это как раз никого убивать не надо. Стволовые клетки, они есть в нашем организме в большом количестве. Не надо никого убивать. Так и звучит страшно стволовое. Думаю, ну, что чего? Нет, нет. Стволовые клетки – это клетки, в бренд Стаймселс ещё, то есть Стаймселс их называют, есть даже мозговые стволовые клетки. То есть эта клетка не дифференцированная. А потом в организме уже в зависимости, например, если, например, вводить стволовые клетки в печень, в больную печень, то начинают развиваться нормальные здоровые клетки. Спасибо. Кстати, когда я сказал вам о сои, я всё-таки имел в виду что-то конкретное. Одно время, и в Москве это продавалось, было соевое искусственное мясо. Ну, не искусственное мясо, это не было мясо. Ну да, называли, да. Ну, так называли. Я думал, что об этом идёт речь. А, нет, да. Потому что вкус был мясом, да, и курицы, и всё. Так что хорошо, что вы уточнили, я думаю, что не один я. Соевый гуляш был. Так подумали, когда услышали этот вопрос за соевый гуляш, да. Хорошо, что вы вот разъяснили этот вопрос. Но давайте перейдём к ГМО. Ну, ГМО, я могу сказать, что вот моя такая, я занимаюсь этим уже лет 7, наверное, это результат неудачного научного эксперимента. Потому что ведь, понимаете, когда вид образуется, там новый вид растений для животных, а там немного мутировали гены, и новый подвид, или даже вид, в зависимости от того, какая была сильная мутация. А здесь внедряют, во-первых, неизвестно, сколько генов там попадает в ДНК, потом внедряют с помощью такой достаточно мощной генетической конструкции. И получается такая бракадабра на самом деле. Даже биотехнологи говорили, что из 260 экземпляров мы, дай бог, отберём один, 259 мы отбракуем. Но это говорит о том, что метод неправильный. При правильном методе вы, дай бог, один отбракуете, а остальное будет нормально. И здесь мы создаем некую химеру, химерный организм, который... Такой неприродный и неорганичный, скажем даже. Да. Хоть в генах идёт речь. Вот. Но можно я всё-таки уточню, извините. Поскольку есть вопросы, они нам помогут, я думаю. Из Рязани. Проведённые вами эксперименты доказывают, что вред от ГМО достаточно серьёзен. Да. Может ли современный человек позволить себе питаться таким образом, чтобы исключить попадание этих опасных веществ в свой организм? Давайте разобьём этот вопрос на две части. Итак, какова степень угрозы для здоровья человека со стороны ГМО? Очень большая. Очень большая. И вот опять-таки я хочу сказать, что нужно разделить ещё два таких понятия. Биотехнологии и ГМО. Биотехнология, она, пожалуйста, искусственное мясо, это тоже стволовые клетки, это тоже биотехнология. Но ГМО, генетический и минсервный организм, просто пока методы их получения очень несовершенны. Их использовать в продуктах питания нельзя. Вот в этом году, в прошлом году я ездила как раз в Америку на конференцию, которую организовывала компания Монсанто, это основной производитель ГМО. И я им говорю, у вас ошибка в технологии. Их использовать нельзя ни в коем случае ни для человека, ни для окружающей среды. Потому что происходит внедрение вот этих вставок трансгенов, внедрение даже в половые клетки. И получается организм химерный, который, как правило, бесплодный. То есть вы с помощью этих ГМО можете привести к глобальному бесплодию, к обрушению биосферы. Что касается человека, то, что было показано экспериментально, то это онкология, это бесплодие, это патология внутренних органов, и это аллергия. И это все было показано и доказано. Но настолько мощное лобби. И с одной стороны, понимаете, ведь эти компании, давайте встанем и будем рассуждать, что от их имени, они получили некий продукт, они хотели завоевать с помощью этого продукта продовольственный рынок. И вдруг появляются исследователи и говорят, продукт вреден, его нельзя использовать. Тогда, поскольку идет у них еще и конкурентная борьба, они все это спихивают на конкуренцию, уже у них пошла очень хорошая прибыль. Естественно, если они признаются в своих ошибках, то они должны будут платить огромные штрафы. Они на это не хотят идти. Поэтому началась такая борьба. Почему человеку очень трудно разобраться в этой теме? Потому что одни говорят, что это плохо, другие говорят, что это хорошо. Вот я вам сразу могу сказать, плохо говорят те, которые реально проверили их влияние на животных, то есть провели эксперимент. Хорошо говорят, это компании и биотехнологии, которые их создают. Вот выбирайте, кому доверять, а мы продолжим. Скажите, пожалуйста, правда ли, вот вы говорили о бесплотии, правда ли, что, ну скажем, какая-то культура сельскохозяйственная, культура, которая подверглась внедрению этой технологии, то есть стал уже ГМО-продукт, а искусственно смутировал, что он потом не может себя воспроизводить. Ну, грубо говоря, если мы сейчас картошечку там порежем, да, нормальную, будем, да, сажать, а вот, а как, или использовать семенные клубни, да, какого-то, то клубни ГМО практически не воспроизводят себя. Они как бы, урожай одного года, одного вызревания, это правда? Да, один-два, да, один-два, я даже сама сажала, вот, для экспериментов, сажала трансгенные картофель, и обычные, обычные мне давали каждый год урожай, а трансгену дал один раз урожай, и, в общем, они все были вот таких вот, на каких-то вот, типа, вот, я даже знаю, как это назвать, типа опухолей, наверное, да, вот, и больше урожая я не получила. То есть, действительно, считается... А почва, извините, также были вот такие эксперименты, как и вы проводили, что почва при этом тоже становится бесплодной, деградирует, это правда? Ну, да, то есть, там, например, было обнаружено, что перестают, исчезают, допустим, дождевые черви, бактерии почвенные перестают размножаться и так далее. То есть, вот эта трансгенизация, она приводит вот к этому, действительно, бесплодию любого живого организма, будь то бактерии или человека. Ну, доведем это так, для абсурда, хотя, почему абсурда? Ведь если сделать ставку на это, то мы скоро лишимся того фонда, да, органического, которым будет воспроизводить тот или иной продукт. Нет, ну, не просто так вот эти же компании, которые выпускают трансгенный продукт, они сейчас организовали семенные фонды. То есть, на тот случай, если вдруг действительно все пойдет не по той схеме, по которой они хотят, то у них, в принципе, всегда есть семенные фонды. Запас. Запас. Это первое. Второе, например... Но если это глобально внедрится. Вот. Поэтому почему мы против глобального внедрения? То есть, с одной стороны, да, идет еще переопыление, когда, значит, пыльца трансгенных растений попадает в обычные растения, они тоже потом становятся генетически модифицированными. Это уже в природе происходит. Но идет и обратное, когда пыльца от нормальных растений попадает в трансгены, они потом становятся обычными. Поэтому наша задача, конечно, сохранить, сохранить вот естественные семена, которые... А сейчас, да, вот то, что сейчас, конечно, просто нам впихивают эти продукты, ведь когда говорят, ну, человек поел, он же у него там не выросли, рогали, там еще что-то хвост. Да, сразу на другой день. Вот, кстати, вопрос о безопасности потребления, он задан и в этом вопросе. Но вот из Пскова Миноборнауки России разработал порядок государственной регистрации ГМУ организмов, обнародовал этот проект, другие считают, что негативное отношение к ГМУ в России – это потребительская фобия, что, на ваш взгляд, более справедливо. Мы поняли, что уже в ваших глазах справедливо. Давайте на первую часть только ответим, у нас очень мало времени. Итак, вот Миноборнауки, у нас какие заслоны есть на пути ГМУ? Ну, вообще, непонятно, почему Миноборнауки вообще этим вопросом занимается. На самом деле, там была еще информация, что Минэконом, экономического развития. Я хорошо знаю этот проект. Да, именно экономического развития, да. Я могу сказать, что просто потом действительно утверждать этот, называется, проект постановления о госрегистрации должна еще и Министерство оборнауки, образования науки, помимо экономического развития. Что вообще… Очень коротко, если можно сказать. Да, я могу сказать, что в этом постановлении, я не знаю, что это такое, это, конечно, я показываю, говорю на этом постановлении, это наша гибель. Потому что там… А что в нем? А там есть вот пару пунктов, вот даже я зову первую, там написано, что если к вам поступают продукты, зарегистрированные в другой стране, есть протоколы, вы не должны их проверять. Ну, мы же все проверяем, и кур, и они щенка выступают, и вино, и смол, и грудь. И тем не менее, вот согласно этому постановлению, мы ничего не должны проверять, если есть протоколы исследований. Вот соя, которая к нам поступала генетически модифицированно, она тоже считалась безопасной в Соединенных Штатах Америки. Мы ее проверили и выяснили, что она приводит к гибели потомства, она приводит к бесплодию, она приводит к онкологии. Проверяли несколько лабораторий в России. А сейчас мы хотим узаконить этот пункт, что не надо теперь ничего проверять. Вот поступили продукты, и мы обедали.